30 августа в кризисном центре «Тёплый дом» в Волхове прошла традиционная акция «Собери ребёнка в школу», организованная Женсоветом Волховского района в преддверии Дня Знаний. В этом году Женсоветы сельских поселений района активно приняли участие в акции, собрав необходимые школьные принадлежности для детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Особенно отличилась Сестройское городское поселение, собрав больше всего подарков. Во-первых, Женсовет Сестройского городского поселения ежегодно принимает участие в этой акции. Акция добрая, традиционная. Местные жители активно отвлекаются, сотрудники администрации Сестройского городского поселения. Для нас очень важно оказывать помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Мы со всей душой подошли к этой акции, собрали самые нужные школьные принадлежности, одежду. Поэтому надеемся, что то, что передало Сестройское городское поселение, будет полезным в дальнейшем использовании. Мы принимаем ежегодно участие в этой акции. В этом году мы также привезли подарки от общества инвалидов, ячейка города Сестрой. Тоже они присоединились к этой доброй акции. В преддверии 1 сентября, конечно же, поздравляем с Днем Знаний, желаем прекрасных отметок, чтобы в школе у всех были друзья, знаний, конечно же, ну и всего доброго. Такие акции играют важную роль в поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Женсоветы Волховского района, объединяя свои усилия, помогают детям начать новый учебный год с необходимыми учебными принадлежностями и чувствовать поддержку со стороны общества. Их забота и внимание к нуждающимся семьям демонстрируют, что даже в непростые времена можно рассчитывать на помощь и участие неравнодушных людей. Акция, которую организует женсовет на протяжении уже нескольких лет, стала действительно настоящей традиционной. Мы в конце августа собираемся со всеми женсоветами городских и сельских поселений и обсуждаем уже непосредственно по организационных моментах данного мероприятия. Алина Игоревна, директор кризисного центра «Теплый дом», она наш член женсовета города Волхова. И она уже непосредственно говорит, какая потребность необходима кризисному центру. Обсуждаем, покупаем подарки, бросаем клич по всем поселениям. И хочу сказать, что отзыв женщин в нашем Волховском районе очень высокий. Все готовы принять участие, все готовы с душой, так сказать, что-то купить, что-то приобрести. Поэтому для того, чтобы это было эффективно и чтобы это было нужно нашим детям, конечно же, мы обсуждаем эти вопросы. В первую очередь это нужно было детям рюкзаки, спортивная форма, школьная форма, обувь. Все решалось предметно. Естественно, возрастной центр тоже очень учитывался. И, конечно же, какие-то канцелярские принадлежности, которые тоже необходимы были в том или ином возрасте. Хочу отметить, что акция «Собери ребенка в школу» уже проходит, как я сказала, уже несколько лет. И я считаю, что она у нас и в дальнейшем будет проводиться. В теплом доме на сегодняшний день находятся 17-18 ребятишек разного абсолютно возраста. Хочу сказать, что движение семей, движение детей, оно постоянно происходит. Потому что кто-то, например, уезжает, кто-то, наоборот, приезжает. Поэтому в теплом доме идет постоянное движение. И количество детей, мамочек, оно, конечно, меняется. В преддверии Дня Знаний, который вот-вот уже через несколько дней осуществится, я хочу пожелать от всего имени нашего большого женского сообщества – это, конечно же, здоровье, счастье, счастье родителям, чтобы ребятишки радовали своих родителей своим успешным обучением. И пусть те дети и семьи, которые находятся на сегодняшний день в трудной жизненной ситуации, обрели все-таки счастье и успешность. Субтитры создавал DimaTorzok